ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Ну, вот из тех друзей, знакомых, кого я знаю, я вижу здесь как минимум людей из таких стран, как Эстония, Латвия, Литва, Германия, США, Россия, Украина, Белоруссия. Макс Достанко, привет, как там Минск поживает, надеюсь, все в порядке. Вот, и вот с Германией вижу люди подтянулись, с Австрии. В общем, такая очень у нас интернациональная комьюнити русскоязычных людей, кто, в общем-то, делает какие-то бизнесы и стремится делать их еще лучше и хочет узнать, а как же мы будем продвигать наши бизнесы и строить наши подписные базы, чтобы коммуницировать с нашей аудиторией, чтобы продавать больше, продавать эффективней, чтобы знать возможные какие-то проблемы наших пользователей или клиентов, имея прямую связь с помощью e-mail. На самом деле e-mail как таковой, это не просто означает, что если вы взяли e-mail, вы можете отправить письмо. Это означает намного больше, чем просто отправить письмо, нам в разы больше. Вот, поэтому сейчас мы пойдем по слайдам, сразу предупреждаю, наша конференция будет идти, ну, вот, знаете, так, чтобы не халтурить, чтобы вам нормально все рассказать, чтобы вы довольны ушли сегодня, так, чтобы не халтурить, ну, думаю, что, наверное, минут 50. Вот, хотя, как бы, люди устают за 50 минут, поэтому сразу предупреждаю, приготовьтесь немножко подустать. Будет очень интересно, ну, просто, что за креслом, а можете, кстати, занять удобную позу, можете прилечь с ноутбуком, а может быть, кто-то лежит в ванной с айпадом, тоже можно прилечь в ванну с айпадом, вставить наушники, только не уроните его, и только не заряжайте его в это время, может плохо кончиться. Вот, ну что, поехали, включаю я слайды, давайте быстренько сделаем тест по слайдам, и вы мне сразу скажете, видно ли второй слайд. Поставьте, пожалуйста, три плюсика, если видно второй слайд в чате, и нажмите кнопочку send. Ребята, не ленитесь, чтобы я видел ваш фидбэк, потому что, на самом деле, вы мне должны немножко помочь, потому что я вас не вижу, да, вы меня и видели уже, и слышите, вот, поэтому мне бы хотелось видеть фидбэк в чате. Вот чат находится справа, вот в этой программке, да, ну или вот он, если вы с телефона зашли, или с планшета, он там у всех в разных местах. Итак, да-да-да, совершенно верно, можно многое увидеть, только лишь смотря. И не случайно мы выбрали именно эту цитату, вот, вы поймете почему, вот, но сначала немножко о себе, для тех, кто меня не знает. Меня зовут Валентин Савченко, я основатель Digital Marketing Lab, основатель портала Future2B, ну, со-основатель. Все-таки есть у меня партнер, ценный партнер, со-основатель брендингового бюро Leo August Branding, можете посмотреть, Future2B, так и называется портал, или, например, LeoBranding.com, нашу брендинговую веб-студию. То есть я занимаюсь онлайн-продажами, прямыми продажами, онлайн-маркетингом, разного рода маркетингом, ивент-маркетингом уже 7 лет, вот, и продажами. Вот, поэтому есть определенный опыт, я, ну, не буду там как-то себе набивать цену, вот, но кто смотрел ролики на, три ролика, которые я опубликовал на своей страничке, да, перед этим вебинаром, вы, наверное, слышали, что один из последних, скажем так, достижений, да, мне удалось построить базу с помощью Facebook маркетинга и некоторых несложных действий в 11 тысяч подписчиков через Facebook. И эта вся история мне стоила очень дешево, потому что есть некоторые секреты, о которых мы, естественно, сегодня поговорим подробно, при которых мы можем выстроить реально эту базу, любую базу, любые контакты взять, ну, практически бесплатно, в некоторых случаях, ну, можно сказать, даже с плюсом, потому что вы же им будете продвигать свои товары и услуги, а, соответственно, свои сервисы и прочие, а, соответственно, вы на этом будете зарабатывать. Чем больше ваша база, тем больше потенциально людей находится у вас, ну, в ваших потенциальных клиентах. Вот, соответственно, имея такую базу, мне совершенно, ну, скажем так, несложно сегодня собрать совершенно полную конференц-комнату и о чем-то вам рассказать, да, донести какую-то ценность. Вот, и на самом деле сразу хочу предупредить, что в конце вебинара я буду продавать, я буду вам продавать, и я никогда не делаю вебинары, если они не платные, да, чтобы я в конце что-то не продавал. Вот, но в течение последующих 45 минут я дам вам столько ценности, чтобы когда вы ушли, даже не купив, вы сказали, вау, блин, ну, классно, то есть спасибо, информация очень ценная. Возможно, вы будете знать какие-то элементы, возможно, вы будете знать какую-то часть этой информации, вот, но я сегодня буду давать вам конкретные кейсы, конкретные, значит, формулу, я это считаю формулой, выведенной формулой на собственном опыте, при котором мы можем строить наши базы подписчиков с помощью Фейсбука практически бесплатно и генерировать продажи. Вот об этом мы поговорим уже вот прям в самое ближайшее время. Значит, вот я вижу, Макс пишет, что у Макса нет звука. Макс, попробуй, давайте я напишу Максу, Макс из Белоруссии зашел, Макс, сейчас я ему напишу, перезайди с другого браузера, если ты в Google Chrome, там нужно разрешить звук. Вот, так, ну, ребят, просто Макс, мы очень близкий друг, поэтому, извините, что еще забрал какое-то время. Возвращаемся и фокусируемся на слайде. Первое. Кому этот вебинар будет полезен? Давайте вот сейчас определимся, значит, какая у нас тут аудитория. Но, опять же, я кого-то знаю, кого-то нет, вот, потому что я использовал Facebook Marketing для того, чтобы новые люди пришли на вебинар. Вот, ну, первое, ребят, если здесь люди, поставьте плюсик, кто владеет своим стартапом в любой сфере. То есть вы, ну, молодая фирма, но вы именно вот стартаперы, да, когда вы идете в какую-нибудь стартап-академию, стартап, там, значит, инкубатор, отлично, вот, вижу команды. Ребят, особенно часто стартапы разрабатывают различные приложения. Ребят, Facebook – это просто бомба, чтобы найти новых пользователей, которые конкретно скачают ваше приложение. То есть конкретно они его, то есть вы можете за один месяц на нулевом приложении сделать, ну, легко тысячу пользователей новых вашего приложения. Все это Facebook нам позволяет. В русскоязычном пространстве, вы в англоязычном, в испаноязычном, неважно, уже всех, во всех языковых группах такой трафик зашкаливающий, да. Да, в России он немножко поменьше, чем, например, ВКонтакте, но это только в России, и только в Украине, и только, может, в Казахстане. И это вопрос временный, потому что товарищ Цукенберг, как я говорил в одном из моих видео, да, он построил могучие планы и три дня назад сказал, что мы станем в России номер один. Ну, как бы он там не сказал, там, Украина или Казахстан, но подразумевается, я думаю, все постсоветское пространство, где, ну, не все, вот это постсоветское пространство, Россия, Украина, Казахстан, где Facebook немножко отставал. И у него есть конкретный план и огромные деньги и инвестиции, при которых я, если даже они не поравняются с ВКонтактом, а ВКонтакт это 150 миллионов пользователей, ну, то есть где-то раз, примерно раз в 10-12 аудитория сейчас превышает месячный ВКонтакт, чем в Facebook, но это на самом деле только плюс. Вот, но если даже не в течение трех лет он не обгонит, то как минимум Facebook поравняется с ВКонтактом, поравняется. Вот, я изучая очень плотно последние полтора-два года Facebook, четко прослеживаю определенные тенденции, при которых вижу, что Facebook набирает обороты в русскоязычном пространстве, а вот ВКонтакте теряет обороты по многим, как бы, ну, по многим причинам. Вот. Господа владельцы малого бизнеса, рестораны, фитнес-центры, магазины, салоны красоты, любой ритейл офлайн, есть ли такие в нашей конференц-компте? Поставьте плюсик. Если есть, ребят, этот вебинар однозначно для вас. Однозначно. Есть такие. Супер. Организаторы мероприятий, например, свадебные организаторы, например, люди, которые организуют живые курсы, мастер-классы, люди, которые организуют концерты. Ребят, это однозначно просто мастхэвный вебинар, люди, которые организуют конференции. Просто в Facebook это будет ваш помощник номер один при организации мероприятий, при поиске новых клиентов. Вот. Инфобизнесмены. Ребят, просто вы испытаете... Так, это я какие-то неприличные слова уже полез. Короче, для инфобизнесменов это просто бомбовая информация, потому что большая часть русскоязычных топовых инфобизнесменов, они, хитрые такие ребята, эту информацию держали в секрете. Как они в Facebook? Они в контакт, контакт, как ты можешь построить базу ВКонтакте? Они там ее уже давным-давно простроили, собрали там подписчиков и давным-давно уже перешли на Facebook. Почему? Расскажу вам. Ну и последняя категория, конечно, не последняя, последняя просто на слайде. Гораздо больше есть категорий людей, кому подойдет эта информация. Но это люди, которые занимаются в сфере сетевого маркетинга, прямых продаж. Поставьте плюсик те, кто занимается сетевым маркетингом или прямыми продажами. Здесь можно не стесняться, здесь никто не увидит. Я шучу. Нет, на самом деле это хорошая ниша, сетевый маркетинг, хорошая индустрия. Вот, но проблема, например, в сетевом маркетинге вечно не хватает потенциальных бизнес-партнеров. Вот как вы почувствуете себя, если каждый день к вам будет 10 заявок приходить через Facebook? Вот просто на автопилоте. И у вас еще этот трафик будет окупаться при определенной формуле задействования, о которой мы сегодня поговорим. Вот как вы себя будете чувствовать? Каждый день 10 человек будут интересоваться вашим бизнесом. Хотя бы 5. Вау, понеслось. Супер, все, крылья расправились. Поэтому давайте слушать внимательно. Ну что, поехали. Итак, ну если говорить уже подводить конкретику, то вы получите следующую выгоду от просмотра данного вебинара. Первое. Вы получите четкую схему построения базы подписчиков именно через Facebook. Именно через Facebook. Об этом сегодня говорят очень мало в русскоязычном пространстве. Окей? Второе. Вы получите формулу, как заполучить этих подписчиков практически бесплатно или бесплатно, или даже с плюсом. Вот. Но как минимум эта формула помогает значительно удешевить контакт, который вы заполучаете. Ну, скажем, если в Google, в Яндексе уже доллар, два доллара, полтора, наверное, в среднем доллара за контакт, это нормально считается, то в Facebook снизить до 20-30 центов сможет даже чайник. Чайник. Понимаете? Дальше. Третий пункт. Как заставить своих подписчиков покупать ваш продукт или сервис, чтобы вы не продавали. Самое интересное, я сразу хочу сказать, что я для вас приготовил подарок. Какой подарок я приготовил? Я приготовил для вас 30-минутную консультацию. Конечно, это будет тяжело проконсультировать всех людей, кто сейчас находится на вебинаре, но мы просто с вами спокойно разбронируемся, может быть, на месяц вперед, но тем не менее каждый, кто присутствует на вебинаре, вся отчетность у меня будет. То есть я вам личное письмо напишу, те, кто зарегистрировался и пришел. Я пришлю вам свои контакты, и мы с вами сможем договориться о консультации. Все, что связано с лидогенерацией, маркетингом, онлайн-маркетингом, страничками захвата, маркетинговыми компаниями, рекламой в Фейсбуке, креативом самой рекламы. Обо всем мы сможем пообщаться. Итак, наша сегодняшняя тема – это четыре самых важных навыка для построения огромной базы подписчиков с помощью Фейсбука. Теперь смотрите, почему Фейсбук? Потому что мы не мыслим стереотипами. Стереотипы в русскоязычном пространстве – базу надо строить через Контакт, через Яндекс, через Гугл на худой конец. Но о Фейсбуке никто не говорит. А почему никто не говорит? Потому что, как говорится, люди ищут простых каких-то путей. Мы простых путей не ищем, мы ищем эффективных путей. Но когда мы идем дебрями, оказывается, что эти дебри-то оказываются еще проще путями и возможностями заполучить то, что нам нужно. А нужен нам подписчик. Чем бы вы ни занимались – ресторан вы, или вы салон красоты, или вы автомастерская, или вы стартап с приложением, или вы сетевой маркетинг продвигаете, или прямые продажи. Подписчик вам нужен, потому что вы с ним можете делать удивительные вещи, не только отправлять им, как я уже говорил. Итак, давайте теперь вспомним, когда мы все начинали бизнес, тот или иной, вспомним такую ситуацию. Вот мы открыли ресторан, вот мы запустили свой инфобизнес, вот мы стали бизнес-тренером в швейцарской школе Густав Кейзер, или мы стали партнером в сетевой компании, или мы, ну не знаю, может быть, тренинг какой-то организовали. А где взять клиента? И все, и тут сидишь и растекаешься по стулу. Ёшкин кот, а где клиента-то взять? Столько денег потрачено, столько вложено в мою франшизу, там какую-нибудь Макдональдс. Ну ладно, Макдональдс-то проверенная тема, да? Просто так вас не откроют. Вот, ну, сколько франшиз, да, когда люди открываются, вот, сколько историй. Вот сейчас, вот Семен мне пишет из Питера, человек открыл три магазина, прогорел на 100 тысяч евро, прогорел, понимаете? Вот, ну, я думаю, все, наверное, как бы, совершенно нормально, да, делиться опытом. Вот, сейчас, как бы, уже в любом случае на правильном пути, но тем не менее это случается, случается с нашими близкими, друзьями. Вот, в моем окружении, вот, Семен как раз сам написал вот про свои франшизы, которые не пошли, но, помимо Семена, я знаю еще с десяток людей, у кого не пошли те или иные франшизы. Вот, поставьте три плюсика, кто вот, ну, вот такое испытывал. Я, ребят, просто, ну, несколько лет находился в такой ситуации, когда по предпринимательскому пути, как бы, пошел. Ага, ну, вот отлично, да, что вижу, что многие испытывали такую ситуацию, вот, ну, что делать, ну, что делать, идти дальше, что-то делать, давайте обсудим, что делать. Ну, и хочу вас спросить, бывало ли у вас такое еще, что вы вроде бы как понимаете, да, мне нужно заплатить за клиента, то есть провести какой-то маркетинг и, значит, потратить средства на этот маркетинг и заполучить клиента. И вот вы потратили деньги, вы создали лендинг, вы создали, включили рекламу, вы там настроили подписки, там настроили какой-то там курс, вы что-то там продаете людям. Вот вы все это настроили, а ни хрена, извините за выражение, не работает. Вот вы вложились в мероприятие, вы арендовали зал для презентации своей компании с теломаркетинга. Раз, а там два человека сидит, а вы думали, 30 придет или 50, вы думаете, ё-моё, 200 евро заплатил за зал, там, 50 за кофе-брейк, а народ не пришел. Вот я вот так на мероприятиях потерял, наверное, не знаю, тысяч 20, наверное, тысяч евро, потому что мероприятия много проводили, приходишь, там, 300 евро потратил, два человека сидит в зале. Потому что, ну, ё-моё, как бы, ну, маркетинг, значит, не сработал. Вот, что делать? Ну, мне, честно говоря, это надоело, да, когда я вкладываю деньги, я вот прихожу, что-то делаю, не получаю результат. Вот, я хочу на вложенные деньги получать отдачу. Вот, ребят, поставьте три плюсика, кто вот вложил куда-то в рекламу, разочаровался, кто имел такую ситуацию. Честно, ну, честно, в любом случае, чат здесь не общий, я его только вижу. Вот, вижу, ага, окей. Ну, благодарю за, скажем так, за искренность. Вот, поехали дальше. Ну, и как я говорил в видео, да, это, наверное, тоже случалось с кем-то из вас, когда очень долго ищешь какое-то решение, долго ищешь какую-то, ну, возможность решить ту или иную проблему в бизнесе, ищешь, 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 а оказывается, все под ногами было-то. А вот оно, блин, и не воспользовался. Ну, не знал, не знал, не было информации, искал где-то там, как бы сложными путями, шел сложными путями. Вот, и так происходит в моей жизни так было. Я три года мучился, не мог найти ответ в некоторые вопросы, потом встретил одного человека и просто, извините за выражение, офигел, насколько на самом деле просто было решение, как просто на самом деле было решить ту или иную бизнес-задачу. Вот, и я, ну, безумно благодарен тем людям, которые я втекал, которые помогли мне решить те или иные вопросы, но на самом деле иногда стоит лишний раз оглянуться, а нет ли рядом вот под ногами решения проблемы. И, ребят, в большинстве я очень верю, что в 99,9% случаев Facebook маркетинг, маркетинг, лидогенерация через Facebook и прочие маркетинговые инструменты в Facebook, а их сегодня очень много, в совокупности в вашем бизнесе дадут просто космический результат. Вот вам пример просто расскажу, да. Я вот вижу, какие-то мои знакомые продвигают суши-бар в Таллине, и там что-то репостят, репостят, репостят. Я вижу вот там, ну, вот нужно раскрутиться. И знаю нужный инструмент в Facebook, он совершенно там по-другому называется, знаю, как это сделать, и вижу, что люди вот тут не знают, да. Вот, конечно же, моя задача, подойти сказать, что есть такая возможность в Facebook делать определенные вещи, и пойдет клиент, и пойдет только тот, кто любит суши уже, только тот увидит рекламу, кто уже ходил в другой суши-бар напротив через дорогу. И будет special offer прямо в Facebook, и скажет, вот ты сейчас кликни, получишь скидку, вот только прямо сейчас. Прямо через эти инструменты дает Facebook. Вот, ну что, теперь я, ну, поскольку мы сегодня, опять же, говорим о конкретной ценности для вас, то я хочу сразу сказать, что ваша задача на этом вебинаре простая, но в то же время вам нужно поработать с головой. То есть не только вы будете слушать и курить сигару. Ваша задача в течение этого вебинара написать план по построению собственной базы подписчиков с помощью Facebook. Так что берите блокнот и ручку. Вот, ну ладно, отвечу на один вопрос. Кто тут спрашивает, а на чем сделаны слайды? PowerPoint. Старый добрый PowerPoint. Вот. Теперь. Вопрос. Вопрос к вам, ребят. Ваша задача ответить, точнее не к вам, а для вас. Вы должны самому себе ответить, а для чего мне нужна база подписчиков, а что я с ней буду делать. Вот. В течение вебинара постарайтесь ответить на этот вопрос. Ну, если нет понимания, то, как бы, и нет действий, да. Вот. Но я постараюсь помочь вам ответить на этот вопрос к концу вебинара, да. Я перечислю всего лишь несколько из возможных действий собственной базы, да. Ну, представьте себе, что вы в течение месяца копите базу 500 тысяч человек, да. Вы сможете продавать товары по щелчку мышки. Вы отправляете им спецпредложения по e-mail, если это ваша, там уже теплая, прогретая база, они покупают ваш оффер, ваше предложение, ваш тур, ваш ваучер, там, в ресторан или в кино, ваш тренинг, ваш курс, ваш инфокурс, вашу компанию из Теомаркет, они придут на ваш тренинг или еще что-то. Это возможность доставить информацию человеку, да. Кто пользуется e-mail, все пользуются e-mail, кто-то говорит, что e-mail умер, это полный бред, e-mail никуда не умер. Например, лично у меня open rate, то есть я отправляю письмо там 11 тысячам подписчикам, ну, у меня их уже больше на самом деле, примерно 150-200 в день сейчас добавляется, вот, и у меня open rate 30%, у кого-то там 5-20, то есть 30%, 4 тысячи человек открывают письмо, вот, и еще приличный процент кликает там по ссылке и делает то, что мне нужно. Вот, теперь, вы можете с помощью e-mail маркетинга быстрее растопить лед сомнений, то есть сделать вашего клиента лояльным. Ну, например, вы открыли суши бар в Таллине, да, почему бы вам не дать таргетированную рекламу в Фейсбуке не о том, что вы супер-пупер суши бар, а, например, о том, что вы, зайдя к вам на красивый одностраничник, вы сначала не продаете человеку, а предлагаете скачать, например, как приготовить вкусные суши на дому за 15 минут. Он такой, о, классно, интересно, оставлю-ка я свой e-mail взамен на этот файл. Он такой, раз, оставляет e-mail, человек попадает к вам под базу, вы ему, раз, на третий день, ну что, там, приготовил суши, ах, не приготовил, да, ну, тогда еще проще. Как приготовить роллы, это вообще за 10 минут, держи, PDF, отчет, там, рецепт. На шестой день вы ему отправляете еще какие-то советы, еще какие-то, а потом уже предлагаете что-то купить, да. Как сказал очень известный, он из Белоруссии, ну, в Америке живет Гарри Вайнерчук, который Vine Library создал. Он написал такую замечательную книжку, называется Jab, 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 Right Hook. То есть, как бы, блок, 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 правый хук в боксе, да, это боксовской формулировки. Говорит о том, что сначала мы, как бы, ну, клиента на сленге, да, причесываем. То есть, мы что-то даем, какую-то ценность, человек должен сначала расположиться. С помощью e-mail маркетинга мы можем это сделать гораздо быстрее. Теперь, ребят, самое интересное. Самое интересное. Просто вот волосы дыбом встанут. Запомните и следите в Фейсбуке. Все вы, кто сейчас находитесь в этой конференции, вот, получите Фейсбук, прямо в новостную ленту, рекламу от меня, где я напишу вам «Благодарю за то, что пустили вебинар». И только те, кто на этом вебинаре увидят эту рекламу, прямо в новостной ленте от канала Фейсбук-странички «Диджитал маркетинг» с Фалентином Савченко. Вот такие уникальные вещи мы можем сделать в Фейсбук. Те, кто зарегистрировался на этот вебинар, но по какой-то причине не добрался, вот, то мы, соответственно, дадим им рекламу. Очень жаль, что вы не смогли прийти на вебинар. Было так круто. Народ просто визжал. Но в течение 24 часов, вот по этой ссылочке, вам будет доступна запись. Ребят, и я так делаю уже на протяжении года. Эта функция называется «ретаргетинг». И только с помощью e-mail Facebook может определить, кому дать рекламу. То есть я, тех, кто присутствовал, я выгружаю в отдельный лист и даю рекламу. Как вам такая фишка? Круто? Это просто бомба, ребят. Это офигенно. Вот, что начинает происходить? А, вот я просто в сообщение заглянул. Спасибо, что меня поправили. Да, конечно же, джеб. Это означает удар передней рукой. То есть сначала мы как бы наносим... То есть философия названия этой книжки в том, что сначала мы как бы наносим какие-то слабые удары. То есть мы там раз, 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 раз. И там на десятый раз мы наносим конкретный удар, оффер, наше предложение. И вот тогда мы зарабатываем деньги. Но если мы сразу начнем делать хук-хук-хук, ну да, будут блоки сплошные, и поэтому как бы мы не сможем продать. Человек сразу, ну, в голове скажет, нет, 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 он продает, я ничего не хочу у него покупать. Вот. Итак, e-mail база означает, что наши доходы начнут расти при правильном применении. Ну что, давайте перейдем, собственно, к освоению четырех навыков. Да, давайте перейдем к конкретике. Итак, первый навык, ребят, первый навык это создание высококонверсионных страниц захвата. Вот. Что я подразумеваю под высококонверсионными страницами захвата? Вот смотрите, вчера на страничку регистрации, сейчас я вам хочу вопрос задать, вот честно скажите, ну, честно, по десятибальной шкале, с точки зрения дизайна и юзабилити, и вовлекаемости, вот страничку регистрации, вы на сколько баллов оцениваете? На пять, на два, на десять? Через которые вы зарегистрировались на вебинар? Страничка не которая была прямая ссылка, а valentintoday.com.com.com Ну, честно, ребят, то есть я не обижусь. В любом случае, я дизайн ее не придумывал. Напишите, пожалуйста, в чате. Десять, 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 семь. Вот кто-то на три оценивает. Ну, то есть это семь. Ну, то есть это совершенно нормально, на вкус и цвет, как говорится. Но мы можем прослеживать из ответов, что семь, десять – вот самые такие популярные цифры. Вот один человек написал три. Вот, соответственно, может быть, да, вы открыли ее там где-то на мобильном, и может, там что-то не сработало, я не знаю. Может быть, вы просто любите какой-то другой дизайн. Вот, но цифры этой странички говорят, что вчера на 135 переходов на эту страничку было 52 регистрации на вебинар. 39% была конверсия, да. Вот, естественно, с ростом цифр трафика конверсия, она немножко начинает понижаться. Вот, то есть сегодня было уже 508 переходов из Facebook на страничку регистрации и 154 регистрации, да. Это я вот вам показываю, как бы, аналитику свою. Ну, сейчас, наверное, уже там регистрации где-то, наверное, 250, я думаю. Вот прямо сейчас, потому что я вижу, люди прямо сейчас заходят. Вот, и, значит, и 30% конверсия. Вот, 30% конверсии – это считается очень-очень высокая конверсия. Вот, теперь смотрите, в чем фишка. Скажите мне, пожалуйста, вот сколько в среднем стоит заплатить программисту, чтобы сделать, ну, программисту, дизайнеру, там, даже если вы какой-то готовый дизайн берете, сколько в среднем это будет стоить поднять такую страничку, там было, на самом деле, две странички, да, как вы видели, чтобы все это запустить и, как бы, давайте вот возьмем там в Европе, да, в Америке, там, Россия. Вот, то есть в Европе, ну, я знаю человека, который, там, за 200 евро сделает. Вот, вот Семен пишет, у нас где-то 20-30 тысяч. Ну, я лично знаю ребята, которые сделают неплохо, ну, тысяч, там, за 15, вот так, где-то за 10. Но, поскольку рубль, как бы, падает, да, то, ну, никто уже за 10, там, прятали будет делать, то есть люди сейчас цены будут поднимать, потому что никто не хочет отказываться от поездок в Европу, в Америку, поэтому никому уже не интересно делать за 10, все будут уже делать за 110. Ну, не за столько, конечно, 10, шучу. Вот, ну, там, за 15, за 20, в общем-то, цены будут расти, и, как бы, это не очень хорошая новость, но сейчас не об этом. Вот, теперь смотрите внимательно. Я на эту страничку потратил ровно 15 минут. Ролик был готовый. Вот тот ролик, который на второй страничке, он уже был с другого вебинара, вот, то есть, конечно, на ролик я потратил больше, съел там, слайды сделал, записал, вот. А вот на саму страничку я потратил 15 минут. Вот, все, и она запустилась. Вот, вот, честно скажите, кто обладает вот такими же возможностями за 15 минут, а теперь по цене. Ну, мне эта страничка обошлась, ну, давайте так, если я в месяц делаю таких страниц, ну, разных страниц для захвата трафика, там, штук 20, то мне эта страничка обошлась в 1 доллар и, так, 3,7, 1 доллар и 80 центов. Вот столько, как бы, ну, хорошо, там, что-то немножечко, там, в год 10 евро, там, за домен ты платишь, ну, хорошо, 2 доллара мне обошлась страничка и 15 минут времени. Вот. Как бы, как бы вы себя чувствовали, если бы, если бы вы могли делать странички с гарантированной конверсией от 20% и выше. С гарантированной. То есть, я примерно пользуюсь, ну, там, в районе 50-200 моделей страниц, которые гарантированно конвертируют 20%. То есть, ну, у меня ниже не было. Вот. Есть пример странички, которая конвертировала 50%. Вот. Сейчас я вам ее покажу. А, извиняюсь, хотите посмотреть вживую еще несколько вариантов? Вот вживую несколько страниц. Я прямо свой экран могу продемонстрировать. Если есть желание, поставьте плюсик. Если нет, пойдем дальше. Ага, хорошо. Тогда я покажу вам несколько живых страниц. Так, буквально одна секунда. Я закрою слайды и, собственно, перейду на браузер. Значит, смотрите. Значит, включаем показ. Вот. И набираем. Ну, вот одна из страниц, которая конвертировала, значит, под 50%, потом чуть-чуть было там 40, до 42 опустилась. Потому что чем больше трафик, немножко опускается. Процентаж, как правило. valentintoday.com slash fbcourse. Вот, смотрите. И я немножко поговорю о трендах в лидогенерации, то есть о том, что конвертирует. Вот. Вот эта страничка, ну, оно через интернет, через конференц-комнату, как бы видео подлагивает, подтормаживает. У меня на компьютере нет. Вы можете отдельно зайти. valentintoday.com slash fbcourse. Вот. Почему на заднем экране я выставил видео? Потому что, когда видео играет на заднем фоне, какое-то такое вдохновляющее, какое-то красивое, восход солнца, может быть, или когда там в замедленном действии, как счастливые дети там играют с папой или с родителями, вот, тогда есть, начинает пробуждаться какое-то вот такое чувство, да, такое, ага, ощущение какое-то, о, хочу, да, посмотреть. Мы просто глазами начинаем смотреть на видео и не осознаем того, как мы задерживаемся дольше на страничке. То есть, это все психология. Вот. Теперь посмотрите внимательно. Дальше используется простейшая фотка. Ну, окей, может, кто-то скажет, да, это как бы съемка, то есть, я сходил в студию, сделал там фотосъемку, вот. Но, как бы, ну, она простейшая, я хотел сказать, не, не, наверное, неправильно выразился, а портретная. То есть, как бы, нигде там я не сижу, а просто, вот, как бы, я, мой портрет и съемка в студии, да. То есть, вот, чтобы человек сразу видел, ага, вот, как бы, этот парень. И очень простой текст. В этом видео ты узнаешь, как я построил базу в 11 тысяч подписчиков с нуля через Facebook. 100% бесплатно. Теперь смотрите, что происходит до сих пор на многих сайтах. Прямо под вот таким текстом люди вставляют форму, в которой написано, вот, как правило, форма выглядит из скольки пунктов, да, из двух пунктов, там, имя, e-mail. Вот. Доказано уже и посчитано, что, когда встроена сразу же форма на сайт, то конверсия снижается аж на 30%. Смотрите, что происходит. Это называется, это называется форма в два клика. Не в один клик, а то есть, а два раза на этот клик. Человек этого не знает. Написано на кнопке «Смотреть видео сейчас». Нажимаем, да, и здесь открывается вторая страница, затемняется задний фон и все внимание на эту подписную форму, где осталось вставить только e-mail. И посмотрите внимательно, опять же, здесь движущийся объект, 50% комплит. Ну, надо мне, единственное, что вставить, то это на русском. Вот, но, в смысле, слово «комплит». Но она, я просто недавно обновил, там у меня было на русском фоткой, а сейчас не PNG-шкой, а как это называется, формат. Ну, в общем, который двигается, вылетело у меня слово формата правильного. Вот, то есть, это картинка вот в определенном формате, которая двигается. Ребят, конверсия выросла просто мгновенно. Гифка, да, спасибо. Вот, это гифка. Вот, соответственно, вот это на сегодняшний день тренды. То есть, если у вас нету double opt-in, то есть, когда человек подписывается в два клика, то вы упускаете конверсию. Вот, ну, и, собственно говоря, вы видите, да, полный минимализм, плоский такой дизайн. И для меня, вот как для человека, который, ну, любит премиальный дизайн, это просто убожество. Для меня это кошмар, какой дизайн. Но 50% людей кликают, оставляют свои e-mail. Работает, ю-моё, я не понимаю, как, но работает. Вот, это психология. Дальше. Дальше. Ну, сайт, собственно говоря, регистрации valentin.today.com slash webinar, да, можно еще быстренько пробежаться, вы видели. Вот, то есть, опять же, да, полный минимализм, простая фотка, часы, вот, основные три пункта, не четыре, не пять, три пункта. Вот, опять же, наши вебинары всегда забиты под завязку, это, кстати, правда. Вот, это вебинар не исключение, да, я хочу на вебинар. Вот, зарегистрироваться на вебинар, то же самое, вводишь только e-mail, вот, нажимаешь данные для входа на вебинар, и здесь вторая страница. Ну, вот, на второй странице, конечно, чуть-чуть дольше я посидел, может быть, ну, еще там, 15 минут. Вот, соответственно, здесь, мы делаем все возможное, чтобы вы не забыли про этот вебинар, потому что вебинаров огромное множество, да, я думаю, вы на себе это прочувствовали. Вот здесь я вам отдавал еще чек-лист того, что вам нужно для того, чтобы заниматься лидогенерацией через фейсбук, для того, чтобы строить свою базу подписчиков. Ну, окей, закрываем пока все эти дела и возвращаемся в PowerPoint, старый добрый PowerPoint. Вот, теперь поговорим о навыке номер два, о навыке номер два. Значит, вот это, вот, ту страничку, которую я вам сейчас покажу, она мне помогла сгенерировать не несколько сотен. Вот как через этот вебинар, у меня база подписчиков, вот, за сутки увеличилась на, где-то на 250 человек. За счет одного вебинара, вот, который я сейчас провожу, да, все, и вы можете потом отписаться, но вы уже в моем листе, раз вы на вебинаре, автоматом, вот, автоматом вы зарегистрировали вебинар, автоматом вы в моем листе. Вот, пожалуйста, отписывайте, как бы все честно, я использую GetResponse, в GetResponse можете отписаться. Но, сейчас я вам покажу страничку, которая просто нереально конвертирует, просто космос. Я пока не попробовал, я в это не верил, потому что мне казалось, что это, ну, просто убожество, это казалось, ну, почему люди будут составлять вот эту страшную страничку, будут оставлять свои e-mail, а не оставляют. Значит, что я сделал? Вообще, я люблю записывать видео, у меня вот есть, там, Canon, DSLR, я пишу какие-то ролики и что-то рассказываю, да? Вот, соответственно, я сделал двухстраничный документ, где рассказал о инструментах, которые я использую для создания, значит, видеоуроков. Тема, как бы, насущная, вот, и посмотрите, какую страничку я создал. Вот, на эту страничку я потратил, наверное, минуты две, наверное. Я не шучу, две минуты где-то потратил. Так, ну, естественно, это как бы полуготовое решение, но вопрос, какое решение, вариантов много, куда пойти, чтобы вот сразу взять, получить, настроить, и как бы, чтобы все заработало. Вот, называлась эта страничка, она, кстати, сейчас работает, и крутит трафик. Так, Pantin Today, видео, что ли? Вот, не помню. Нет, не видео. Так, ладно, ребят, я просто сейчас, ну, не буду терять время, я, наверное, не вспомню. valentintoday.com slash report. Вот, смотрите, что происходит. О, вот я просто, я просто обожаю эту страницу. Значит, смотрите, рассказываю про тренд. Значит, для того, чтобы вам начать, вот такую сделать страничку, вам потребуется, ну, как новичку, наверное, там полчаса, вот, но, что здесь происходит, почему эта страничка конвертирует так много? Ресторан у вас, не ресторан, тренер вы, не тренер, инфобизнесмен, сетевой маркетинг продвигаете, вы какой-то там спортсмен, еще кто-то, вы все можете подобрать для себя тему, в которой вы отдадите, отдадите маленький PDF-отчет инструментов, которые вы лично используете. То есть, люди не хотят читать ваши 20, 30, 40-страничный отчет. Они хотят посмотреть, что вы используете конкретно, что делает вас успешным в той или иной нише. 7 ингредиентов, которые мы используем, что делает наши суши уникальными. Блин, хочу посмотреть. Раз, одна страничка, за одну минуту пролистал и уже стал лояльным. За одну минуту. Но e-mail ты отдал, и этот суши-бар может продолжить со мной коммуницировать. Может мой e-mail использовать в рекламных целях на Facebook, где я буду даже не осознавать, что суши-бар использует мой e-mail, чтобы давать мне рекламу. Я буду думать, блин, а что я так часто в новостной ленте вижу этот пост про суши-бар? А оказывается, суши-бар использует мой e-mail в рекламных целях, чтобы меня сделать лояльным, чтобы в течение дня я видел рекламу про суши-бар и помнил о нем, когда мне захотелось суши, чтобы я именно в этот суши-бар пошел. Поэтому здесь я сделал, скачаю мой бесплатный PDF-отчет с 7 основных инструментов, которые я использую для создания персональных видео на дому. Опять же, ребята, смотрите, раз, вот у меня моя предыдущая картинка, она была без действий. Проверено, уже конвертирует хуже. Соответственно, вот здесь написано, да, скачать мой PDF-отчет. Раньше было так, значит, люди писали, там, скачать наш PDF-отчет. Вот, кстати, слово «мой» мне надо дописать, вот почему-то я показал, что я здесь написал. Вот, и конверсия между скачать наш PDF-отчет и скачать мой PDF-отчет, разница в 30%, ребят, проверено, просто фантастика. Но одно слово меняет все. Зарегистрировать ваш аккаунт или зарегистрировать мой аккаунт. 20-25% разница в конверсии. Вот, поэтому, как бы, очень важно знать вот эти, буквально несколько основных таких слов, которые просто феноменально увеличивают вашу конверсию. но про то, что в два клика человек должен отписаться, я уже вам говорил. Здесь мы стимулируем, как бы, curiosity, как это, по-русски это слово, в общем, такой интерес, вот, как бы, просунуть свой нос и узнать, блин, а что он там использует? Интересно же посмотреть, да? Что же у него там за такие 7 инструментов, да? Вот, теперь, смотрите внимательно, основная магия вот в этой девушке кроется. Есть варианты почему? Ну ладно, не буду, не буду долго вас спрашивать, потому что вам писать, а мне говорить, вот. Ну, не просто кто-то написал, она милая, не просто потому, что она милая, а потому, что она глазами смотрит на форму, она глазами смотрит вот на ту часть, куда мне нужно, чтобы человек посмотрел. мужик, если смотрит, не работает, конверсия уменьшается, девушка смотрит, конверсия увеличивается. Фантастика. Вот, в идеале, конечно, поставить себя, смотрящего, значит, на свою, как бы, да, вот, но если ты, как бы, мужского пола, то ты собой можешь конкретно снизить конверсию. Вот, вот эта страничка у меня делала 70% с начала конверсии, значит, на таргетированном трафике, естественно, через Facebook, значит, и потом она понизилась до 50, ну, когда уже там свыше 1000 переходов было, тогда уже она понижается до 50. Вот, ну, опять же, в начале, если вы используете таргетированный трафик, то есть, как бы, чтобы это не просто люди были, а именно те, кому эта тема интересна, вот, даже если людям тема неинтересна, я думаю, минимальная конверсия на этой страничке 30%. Не потому, что там что-то внутри суперполезное, а потому, что работает психология, вот, ну, просто фантастика, да, все, что я здесь, как бы, добавил, с элементов дизайна, это свой логотип, да, и Валентин Савченко, ну, потому, что человек видит рекламу от моей странички в Facebook, и, соответственно, как бы, чтобы он понимал, что он туда попал, если убрать логотип, тогда будет, как бы, не очень хорошо. Вот, ребяточки, двигаемся дальше. Так, from current slide, вот, так, третий навык, вот, вебинары, здесь я не буду долго останавливаться, немножко, как бы, сокращу, сокращу наш путь, вот, но, благодаря вебинарам, можно с нуля стартануть с базы в 200 человек. Вот, вот, мы раз делали вебинар 200, раз еще вебинар, еще 200, раз еще вебинар, еще 200, вот, и рекламная возможность продвигать ивенты, блин, это бомба в фейсбуке, это просто бомба, как круто можно продвигать ивенты в фейсбуке, вот, а что можно потом с аудиторией делать, это вообще невероятно, то есть, можно сегментировать, я вам, опять же, серьезно говорю, я вам включу рекламу, тем, кто был на вебинаре, просто, чтобы вы удостоверились, я вам скажу, я вам скажу, там, как я вам обещал, вот реклама, вы ее видите, потому что вы были на вебинаре, а другим включу, я вам не обещал, но вы видите рекламу, потому что вы зарегистрировались, но не пришли на вебинар, ничего страшного, вот запись, но у тебя есть только 24 часа, чтобы ее просмотреть, и потом мы удалим навсегда, что это дает, это генерирует, после вебинарные продажи, мы ведь в конце будем что-то продавать, да, я ведь вам говорил, что я буду в конце продавать, вот, но, когда человек не пришел на вебинар, а я ему под нос в новостную ленту, прямо в мобильном телефоне, он видит, что, ой, я же не пришел на вебинар, точно, я же регистрировался, через 24 часа уберут запись, надо посмотреть, и это генерирует после вебинарной продажи, ребят, поставьте 3 плюсика, кто, как бы со мной, кто понимает, что я говорю, и понимает силу этого, поставьте 3 плюсика, чтобы я видел отдачу, как бы, кто улавливает, кто нет, ну, если вы, спасибо за отзыв, если вы не улавливаете, ребят, если вы не схватываете, вы не виноваты, там нет ничего страшного, я с этим разбирался, ух, ну, как бы, не совру, ну, разбирался, долго, тысячи долларов потратил на обучение у западных спецов, и, ну, наверное, полгода я не понимал, чего к чему, вот, сейчас я могу каждого объяснить за 3-4 недели, вот, но вебинары, это супер, супер тема, ребят, делаю вебинарную страничку ВКонтакте, вообще никто не приходит, просто никто, ну, ну, все, ну, три хромых, делаю в Фейсбуке, помимо того, что, как бы, напрямую зарегистрировалось, значит, на вебинар, ну, где-то 200, я думаю, человек на этот, люди, которые кликнули в страничку, кликнули going, там их, по-моему, 40 с чем-то человек, вот, ну, всегда кликают going меньше, потому что я даю рекламу напрямую на сайт, и даю рекламу отдельно на ивент-страницу, вот, так что, когда я запощу ссылку с записью вебинара в ивент-пейдж, те, кто кликнули going и не пришли, у них еще так же придет пуш-уведомление, вот, так же придет пуш-уведомление, вот, кстати, хороший вопрос, вот, вебинары подходят только для инфобизнеса, значит, ну, неправо, неправо почему, потому что у меня есть, я сам хожу на вебинары, которые проводятся, например, рестораторами и ресторанами, и там они ведут школы кулинарного мастерства, выстраивая лояльность к своему бренду, к своему ресторану, потому что они организаторы, и таким образом заполучая клиентов, лояльность и, соответственно, клиентов, высылая периодические доферы. Вебинары ведут бизнес-тренеры, точно, 200%, а это не инфобизнесмены, бизнес-тренеры, которые живые тренинги ведут, вот, они так продают свои дорогие коучинги, курсы и так далее, живые. Значит, вебинары подходят, например, звездам, ну, то есть, звездам шоу-бизнеса, спортсмены, чтобы коммуницировать со своей аудиторией, вот, вебинары совершенно четко подойдут, например, ребятам, которые продают свои, ну, стартапы, свои приложения продвигают. Вебинары просто тысяча процентов, это, это, это то, что вы должны делать три раза в неделю, это сетевой маркетинг. Это вебинары точно. Если вы не делаете вебинары, вы упускаете, кто знает меня, да, мое прошлое, у меня была структура 5000 человек, вся на вебинарах построена. Базу я собрал, через эти вебинары у меня была база, что-то около там 10 тысяч человек. Я не считаю эти 11 тысяч, это было, в предыдущей компании я работал, вот, там мы где-то 11 тысяч e-mail'ов собрали, на вебинарах, вот, и 5000 структура. ну и доходы в лучшее время в этой компании были 20 тысяч евро в месяц, один месяц был 50. Вот, поэтому вы заблуждаетесь, что это только для инфобизнеса. Сегодня вебинары делают все, просто кому не лень, и даже очень сложные B2B ниши, очень сложные. Вот, сегодня вебинары делают высшие учебные заведения, рекламируя свое образование. Вот, я сам ходил на такие вебинары недавно и слушал, где какое-то там высшее образование там за границей предлагают. так что вебинары просто грамотно нужно преподнести, грамотно нужно стратегию продумать, да, что говорить, как лояльность вызывать. Но что может быть лучше, чем собраться вот так и впрямую поговорить, показать экран, показать результат, да. Вот, это самый лучший способ быстро заполучить, вот, чтобы вы сказали, блин, ходил на вебинар к Валентину, понравилось, вот, вот, спасибо. Вот за 40, ну, не за 45, немножко дольше сегодня, займет, вот, ну, грубо говоря, за час вы, кто-то из вас, не обязательно все, может, кому-то не понравится. Всегда на вебинар найдется один-два человек, кто скажет, я все знал, мне не понравилось. Вот, ребят, четвертый навык, четвертый навык, это нужно оседлать, просто обязательно оседлать маркетинговую платформу, конкретно рекламную платформу Facebook, знать и понимать, как она работает. Скажу так, оседлать ее посложнее, чем ВКонтакте, оседлать ее не сложнее, чем Яндекс.Директ, и не сложнее, чем Google Ads. Вот, но я просто ради эксперимента давал рекламу ВКонтакте, недавно, я там много давал раньше, закинул 500 рублей, клик на рекламу сбоку, на боковую рекламу слева ВКонтакте, боковая реклама в Facebook, она справа, ВКонтакте слева. Значит, помимо того, что там нереальное ограничение в символах, нереальное ограничение в картинках, они очень маленькие, клик по моей теме, чтобы пригласить на вебинар, доходил до 30, 7 рублей. Это просто космос, это в три раза дороже, чем на Facebook. А почему это дороже? Дороже это потому, что ВКонтакте очень большая конкуренция, потому что реклама может быть только сбоку. В Facebook реклама может быть как в новостной ленте, в которой на минуточку 860 миллионов людей ежедневно проводят в среднем по 21 минуте. Куда они смотрят 21 минуту? Куда смотрят? Не на свою страничку, не на свои фотки, они смотрят в новостную ленту. Именно это называется News Feed Ad. То есть реклама может высветиться в новостной ленте. Не 80 на 120 пикселей, а 1200 на 638 пикселей. Не с 20 знаками текста, а с 200 знаков текста. И еще и в разных местах. А еще и можно кнопочку добавить Call to Action. Например, узнай больше, или зарегистрируйся, или закажи, или получи скидку. Там есть выбор вот этих кнопочек Call to Action. Вот это нужно оседлать. Я это оседлал и работает это просто феноменально. Феноменально. Я просто сейчас вот именно конкретно сейчас уже не буду показывать свой кабинет. Я уже, счет идет на тысячи долларов, сколько я потратил на рекламу в Фейсбуке. Суммарно, естественно, я определенным методом трафик окупаю. Вот. Я обещал вам об этом рассказать и расскажу. Вот. Итак, смотрите. Вот если все суммировать, у нас получается следующая формула. Формула. Формула выглядит следующим образом. Да, для построения базы подписчиков. Дальше мы базу уже будем прокручивать по-разному, для того, чтобы извлекать из этого доход. Первое. Мы делаем лендинг, осваиваем эту технологию создания высокопродающих лендингов. Если вы на лендинг тратите 200 евро или 20 тысяч рублей, забудьте. Я на лендинг трачу, на все лендинги не больше 40 долларов в месяц, и я не имею меньше 30% конверсии, потому что лендинги, которые я использую, они уже высококонверсионные и уже оттестированы на многомиллионном трафике. И они работают просто прекрасно, для любой ниши их можно отточить. Дальше. Нужно, как говорится, стать мастером создания отчетов. На самом деле, я сразу скажу, где и кто делал мой отчет. Мой отчет сделала моя супруга. На этом отчете видеороликов, конкретно на этом отчете, мы собрали уже пару тысяч подписчиков. И оно сейчас продолжает собираться каждый день, каждый день. Кстати говоря, Радмила, мою супругу зовут, она сделала этот отчет в программке под названием Adobe Reader или Adobe Editor. Кто-то спросил, что это такое. Тот самый PDF-отчет, я вернусь на несколько слайдов, которые я вам показывал на этом слайде. Смотрите внимательно. Это страничка, двухстраничный PDF-файл, в котором я описал 7 основных инструментов, которые я использую для создания профессиональных видео на дому. Я реально описал то, что я использую. Соответственно, в этом файле встроены мои аффилии-отсылки. Аффилии-отсылки. Купить на Amazon, купить объектив, купить программу Camtasia, купить микрофон, все вещи, которые я использую. И не все, но практически все, кроме двух ссылок, это аффилии-отсылки. То есть, когда человек покупает по этой ссылке, я зарабатываю деньги. И таким образом это один из, одна из возможностей окупить трафик, удешевить его. А купить будет немножко с другого, с этого с аффилии-от удешевить. Хотя, один мой знакомый, есть такой хостинговый провайдер, Blue Hosting. Я ему говорю, Пэт, его зовут Пэт, где-то около с 2009 он занимается активно лидогенерацией, аффилиат маркетингом. Я говорю, Пэт, даже не инфобизнесом, не, не, не инфобизнесом, то есть, именно лидогенерация. Вот, собирает подписчиков, отчеты всякие дает, и на реферал, как зарабатывает. Все, простейшая модель. Он мне показал реально свой чек, Blue Hosting, в месяц примерно платит ему 50 тысяч долларов. А он людям дает отчетик, что-то типа, как там сделать WordPress сайт. То есть, там уже 4 года подряд один тот же отчет, извиняюсь за выражение, фигачит. И один из пунктов там, купите хостинг. Но я рекомендую Blue Hosting, потому что он самый быстрый. Вот ссылка. Я просто в шоке, что на самом-то деле все просто, все под ногами. Поэтому, я очень долгое время упрямился, потому что мне казалось, что нет, там вот все маркетинги лучше, в линейном бизнесе лучше, афилиат маркетинг это полная ерунда. Я это просто недооценил. До тех пор, пока у меня не получили, в моем окружении, ну как минимум, 50 человек не сформировалось с разных стран, из Украины, из России, из Америки, из Европы, которые, ну, 10-20 тысяч долларов просто в легкую зарабатывают, сидя дома за компом, катаясь по островам и так далее. Меня это, честно говоря, зацепило, и я как бы окунулся в эту нишу. Дальше. Вот, поэтому формула, опять же, итог подводим. Вот, Валя, я надеюсь, я на ответил на вопрос, да, вот ты спросил, а что такое, если ты вот по отчету пропустила. Значит, лендинг, зашитый PDF-отчет, плюс вебинары, плюс использование маркетинговых, конкретных, то есть рекламы, правильного таргетинга в Facebook, это равняется вашим доходам. То есть вы можете закрепить свою, как бы, позиции по лидогенерации, ускорить построение вашей базы, окупить трафик и дальше продвигать им все, что вы продвигаете и монетизировать свой бизнес с помощью лидогенерации. Вот. Сейчас я хочу вам задать вопрос. Мы потихонечку двигаемся к концу вебинара. Поставьте три плюсика, если вы не спите, ребят. Кто не спит, поставьте три плюсика в чате, нажмите Enter. Окей. Ну, кто-то все-таки спит. Есть несколько сонных ребят. Ну, ничего страшного. Я не знаю, как эта конференц-комната делает, она мне когда присылает отчет в конце конференции, там подробнейший, там есть такая функция, кто, типа, слушал, а кто не слушал. Вот кто зашел и, как бы, лазил по другим сайтам в это время. Вот представляете, я по именам могу видеть, если вы меня слушали невнимательно. Вот такой вот, вот так вот я вас немножко испугал. Ну, если вы Готу вебинаром пользуетесь, вы увидите, что она именно такие отчеты может создавать. Вопрос к вам. Можно ли реально научить завязывать шнурки по PowerPoint слайдам? Ну, на самом деле, это можно. Можно, можно. Но сложно. На самом-то деле, это не очень-то и комфортно. Но то, что можно, это как бы, да, реально. Опять же, просто это не комфортно. Это не очень удобно, это не очень практично. Не лучше ли вы, чтобы вам продемонстрировали то, как их конкретно завязывать на реальном примере? На реальном примере. Не лучше ли на реальных примерах научиться все, что мы сегодня перечислили, как бы делать налегке, без какого-то головной боли, без каких-либо, ну, скажем так, неуверенности в том, что не получится. вот, соответственно, как бы без какого-либо, как говорится, головняка, да? Вот. И вы знаете, на самом-то деле, я, ну, долго думал, да, а что же я могу такого дать людям, а что же я могу такого дать людям, чтобы они сказали вау. Ну, многие вещи делали, многие бизнесы, мнение бизнеса запускали, мероприятия организовывали, там, на 600 человек, одно, там, дизайнерское агентство, то есть, а что я могу научить? Когда я увидел эти цифры, я понял, что вау, вот этим я буду делиться, это будет моя миссия на следующие 5-10 лет, потому что Facebook и Цукенберг имеют огромные планы на Россию, потому что русскоязычные в Европе недополучают информации на русском языке о том, какой Facebook феноменальный продукт для помощи нашему бизнесу, инструмент, вот, и поэтому я решил запустить коучинговую программу тире видеокурс под названием «Правила Facebook как эффективно раскрутить свой бизнес с нуля», используя, естественно, Facebook, то есть, Facebook, хоть мы и последним его назвали, но он лежит в основе всего, то есть, мы можем использовать эти же странички захвата ВКонтакте, мы можем использовать где-то еще, но настолько бедный там инструмент маркетинговый, настолько он, наверное, копируется с Facebook, и все там отстает, вот, что, конечно, те, кто заглядывает в рекламную площадку Facebook, они сначала пугаются, думают, ой, пойду-ка лучше ВКонтакте, солью бабки, извиняюсь за выражение, да, вот так вот сливает, и все, и ничего нету, поэтому те люди, которые вам говорят, что ВКонтакте у них все хорошо идет, и кликом вам обходится в 2 рубля, или в 10 рублей, они вам просто врут, они вам просто нагло врут, вот, теперь смотрите, что мы будем, ну, как бы, конкретика, да, на самом деле, что вы получаете в курсе, вот, первое, вы получаете пошаговый чек-лист, детальнейший чек-лист и подробные видео-уроки по всей формуле, чтобы эта формула конкретно заработала для вас, чтобы эта формула заработала и начала приносить вам деньги, о которой мы сегодня говорили, и я видел комментарии, что, ой, а может быть, это не подойдет мне, а может быть, это в моем бизнесе не прокатит, вот, именно поэтому это будет не просто видео-урок, и вы вот купили, сидите, смотрите, и не знаете, как делать, это будет видео-урок с проверочным заданием, с коучингом, когда мы будем лично соединяться и мы будем доводить вас до результата, а если вы не знаете, как сделать PDF-форму, то мы вам поможем, а если вы не знаете, как что-то там прикрепить, приклеить, домен к сайту, то, значит, мы вам покажем, пока у вас это не склеится и не заработает, то есть, мы будем доводить вас до результата, вот, то есть, мы дадим полные, подробнейшие видео-уроки создания реальных высококонверсионных лендингов за 15 минут, то есть, я вам дам конкретный инструмент, которым пользуются все самые крутые маркетологи, они не тратят на странички захвата 200 евро, только какие-нибудь крупные компании, которым ну, хочется немножко выпендриться и сделать какой-нибудь суперкрасивый лендинг, они заказывают и платят за него 1000 евро, какой-нибудь суперкрасивый, и конверсия у него в итоге 7%, у нас так классно, у нас с 3 до 7% поднялось, и они просто не знают, что на самом деле конвертирует, они думают, что они как-то испортят свой имидж, если они вот таким вот простым лендингом воспользуются, да ничего подобного, я не испортил свой имидж, полный зал сейчас, полная конференц комната народу, кто-то, наверное, даже не смог зайти, эти простейшие высококонверсионные готовые лендинги, где я просто вставил свои данные, все, вот, и жена мне сделала слайды, и я вот такой сел и рассказал, и все, вот, и кто-то купит курс, вот, ну, то есть, все просто, вот, видео, вы получите также, конечно же, видеоуроки быстрого, профессионального создания завлекающих PDF-отчетов, честно, я не знаю, как делать PDF-отчеты вот в этой Adobe-программке, поэтому это будет видеоурок от моей жены, вот, как увеличить подписную базу с помощью вебинаров, то есть, как вот провести такой же вебинар, как я его провел, как потом в отчете найти людей, которые, значит, пришли на вебинар, и вы, может, что-то хотите на Facebook дать какую-то рекламу, чтобы они пошли, лайкнули вашу Facebook-пейдж, вот смотрите, не все из вас поставили лайк на моей Facebook-пейдж, которая называется Digital Marketing с Валентином Савченко, почему, потому что некоторые из вас увидели рекламу напрямую и напрямую зашли на этот вебинар, а я хочу, чтобы вы лайкнули мою страничку, и поэтому я включу вам рекламу, чтобы вы лайкнули мою страничку и видели последующие посты, чтобы вы стали моим лояльным подписчиком, вот это все становится реальным, и это просто супер, просто супер, вот вам идея, которую я только что придумал, суши-бар, опять же возвращаемся, вот реальная ниша, да, реальный сектор, суши-бар, вот, в Таллине, чуваки открыли, молодцы, приглашаем какую-нибудь звезду в Таллине местного разлива из какого-нибудь ресторана мишленовского, я не знаю, тут, наверное, нет мишленовского ресторана, ну, к примеру, вот, что-то там ему платится, проводится открытый мастер-класс, но вебинар, где он там рассказывает, но спонсором этого мероприятия выступает суши-бар, новый суши-бар, и вот этот суши-бар собрал кучу контактов, собрал 500, наверное, раз там будет классный мужик, 500 человек, ребят, на самом деле, в этой конференц-комте может поместиться 500 человек, просто конференц-комната на 500 человек, она стоит 370 долларов в месяц, поэтому, поскольку я не так регулярно провожу вебинары, я пока пользуюсь версией на 100 человек, она стоит 100 с небольшим долларов в месяц, поэтому вы можете в Google Hangouts собрать вообще бесплатно безлимитное количество людей, и даже вот такой мастер-класс приготовления пищи лучше будет собрать, намного лучше в Google Hangouts, но там будет момент, что в Google Hangouts нет отчетности, но если вы сделаете сначала страничку захвата, регистрации, и потом только будете отдавать ссылку на Google Hangouts, где будет проходить вебинар через Hangouts, тогда в таком случае как бы вы сможете, ну, потом всех затаргетить, использовать e-mail, включить рекламу вот тем, кто пришел. Значит, теперь, смотрите, мы обязательно будем говорить по, то есть подробнейшим образом по вебинарной теме, как вам стартануть с этого, и безусловно, мы вместе сядем и подумаем, блин, а как же нам повернуть вебинары, чтобы они были релевантны вашей теме, чтобы это не выглядело просто, ну, как-то, как-то, что ли, чтобы это не портило ваш бренд или сложившийся имидж, например. Вот, мы сделаем подробнейший, просто детальнейший разбор рекламной площадки в Facebook. Вот, возможно, даже некоторые ребята, которые будут проходить наш видеокурс, коучинг, они не будут все видео смотреть, потому что, может быть, вам не нужно знать, как дать рекламу, например, раскрутки приложения, чтобы вам увеличить количество инсталляций вашего приложения модного, которое вы придумали. Вы можете это пропустить, но мы все рекламные инструменты разберем, все, которые есть на Facebook. Их там официально, их больше все время становится, сейчас их 8, 8 различных видов, в этих видах рекламы, там подвидов еще там на 3 делятся. Каждый. Дальше. Почему мы говорим о, значит, обучении на результат? Ну, первое, нам, мне неинтересно, чтобы вы заплатили деньги и не получили результат, и потом сказали, Валентин, плохой тренер. Мне это неинтересно, я работаю на долгосрочный результат, и если у вас будет результат, то я просто сработаю больше денег. Почему? Потому что ваш результат означает мой профессионализм. Соответственно, и в следующий раз больше людей купят какую-нибудь еще программу и так далее. В таком случае мы работаем исключительно по принципу win-win. И когда я запускал этот курс, я консультировался с крупнейшими специалистами в области обучения, и все они сказали, что, Валентин, большая проблема, что люди покупают видеокурс и не проходят обучение. Возможно, по причине, что что-то не получалось, что-то было конкретно очень сложно. В таком случае я вам даю сразу расписание, где мы будем проводить Q&A сессию, то есть вопрос-ответов, где мы просто в свободном режиме соберемся и разберем, у кого получилось, у кого не получилось, что не получилось. Я тут же на экране буду показывать, как чего нажать, как лендинг сделать, как его запустить, как домену привязать и прочее, прочее, прочее. 15 января, поскольку праздники, поэтому с 15 января начнем, мы встретимся и проверим ваши страницы захвата, то есть сделаем ее доработку, критику, запустим ваши страницы захвата, запустим минимум одну страничку, вы должны будете запустить вместе с тетенькой, милой, как вы сказали, смотрящей на вашу форму. к 18 январю мы должны закончить ваши PDF-отчеты, помочь вам их запустить. И, собственно, 23 января мы перейдем к освоению техник продвижения своего бизнеса с помощью вебинаров. Мы подберем какую-то тему с вами, с помощью видеоуроков вы поймете, как раскрутить вебинар. И в любом случае все вы будете иметь возможность консультироваться со мной по e-mail и по мере возможности вживую. Конечно, я всем дам возможность консультироваться вживую, но просто это не значит, что прямо в любое время я смогу для всех быть доступным, потому что я, можно сказать, один, а вас будет много. Значит, соответственно, в порядке какие-то живые консультации мы будем делать просто по банальному заранее оговаривать будет время, когда у вас что-то не получилось, что-то не спустилось, будем созваниваться и мы будем решать конкретную вашу задачу, конкретную вашу проблему, заточенную под ваш бизнес. 28 января мы проведем конференцию и, опять же, ответы на вопросы по CPC компаниям. CPC, сразу термин вас в этот погружу, не пугайтесь его, это cost per click, то есть вся реклама, которую я использую, я использую плату за клик. Я никогда не плачу за рекламу, которую просто человек просмотрел. Так тоже можно за тысячу просмотров платить определенную сумму. Но самая эффективная реклама платить только когда человек кликнул на вашу рекламу. Потому что лучше заплатить за того, который уже кликнул, чем за того, который просто ее просмотрел. Вот. Здесь я, у меня есть майндмэп, вот, надеюсь, что все понимают, что такое майндмэп, и здесь я просто малая часть, вот, просто это одна десятая вот под тем по Facebook маркетинговой площадке, что мы будем разбирать. Мы просто по костям разберем. Конечно, Facebook эволюционирует каждый день. Каждый день что-то меняется. Вот реально есть одно видео, которое уже устарело. Вот я его буду перезаписывать, потому что каждый из вас, кто войдет в коучинговую программу и купит видеокурс, вы получите кабинет с доступом к видеокурсу, где мы динамично можем заменять видео. И ограничения доступа к этому кабинету не будет. Конечно, это не значит, что мы будем обновлять курс в течение года или двух лет. Конечно, мы не должны пожизненно на вас трудиться за единоразовую плату, но полугодовую гарантию я могу дать, что этот курс будет обновляться. Если что-то будет меняться, то мы будем заменять устаревший ролик на новый. Действительно, Facebook эволюционирует очень и очень быстро. новые фишки постоянно запускаются. Какие-то новые фишки мы будем запускать. Стандартная цена этого курса будет 247 долларов. До нового года у нас будет special price, special offer за 97 долларов. Почему 97 долларов? Почему не 147 долларов, как было объявлено ранее? Первое, потому что здесь присутствует очень много моих коллег из Российской Федерации, из Украины, несколько человек из Казахстана, и я прекрасно понимаю, что происходит с курсом, вот, поэтому, однако, я не могу принимать рубли, потому что я, ну, я не живу в России, поэтому мне рубли вообще не нужны. Вот, поэтому мы принимаем, мы думали принимать евро, но мы решили пойти навстречу и сделать стоимость в долларах 97 долларов. Значит, к этим 97 долларам, к тому, что я перечислил, вам еще будет подарок. Подарок я вам сейчас не расскажу, потому что просто физически не успел сделать слайд, но мы дадим еще дополнительный бонус тем, кто купит по сегодняшней специальной цене, да, потому что мы только стартуем, и таких вебинаров до Нового года мы пройдем еще один, вот, когда мы дадим возможность приобрести людям за 97 долларов. Вот, сейчас же карта покупки этого курса откроется ровно на два дня, то есть через два дня закроется, там, после католического Рождества там будет еще один вебинар, и снова на два дня откроется, да, вот по такому принципу как бы существуют наши продажи этого, этой программы, вот, соответственно, сейчас я вам отправляю ссылку, оплатить вы можете с помощью PayPal, значит, если у вас нет PayPal, то там же через интерфейс PayPal вы можете оплатить карточкой, не важно у вас там российская карточка, или украинская, или эстонская, вот, все это работает, вот, если у вас возникнут какие-то сложности с оплатой, то, опять же, я тоже пришлю вам этот, пришлю вам свой e-mail, вот, вы сможете написать, так, я отправляю ссылочку, отправить всем, вот, сейчас я быстренько проверю ее на работоспособность, все ли в порядке, вот, смотрите, несколько, небольшая техническая информация, значит, сегодня вы получите доступ к кабинету, поскольку роликов очень много, и в этом кабинете, как бы, мы не хостим их, мы грузим их на отдельный сервис, и потом мы должны встроить эти видео в этот, как бы, закрытый кабинет, индивидуальный кабинет, в этом же кабинете будет информация о закрытых вебинарах, прямо вот все в одном месте будет, вот, прямо вот вы сможете заходить с любого устройства, со своим логином, паролем, и, как бы, прогрессировать, да, если же вы будете по какой-то причине отставать или пропустили вебинар, то, вуаля, запись вебинара будет автоматически появляться через день, максимум через два, прямо в этом же кабинете, вот, так все очень долго мы это настраивали, но вот такое удобство мы получили, вот, сейчас я проверю ссылку, ну, на моей стороне все работает, да, вроде бы все в порядке, вот, соответственно, ребят, поставьте плюсик, кто принял решение приобрести курс, ну, вот, ну, честно, может быть, вы купите его завтра, вот у вас есть там еще один час и сколько-то, один день и сколько-то там часов, ну, почти два дня, вот, кто уже принял решение, что вы приобретаете курс, что вам это надо, и эта тема актуальна, так, вижу, спасибо, окей, 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 а кто еще думает, поставьте, например, всклицательный знак, ну, вот еще не решились, но тема интересна, угу, раз, два, три, вот, три человека не решились, но тема интересна, хорошо, ребят, на самом деле, если у вас есть ко мне какие-то вопросы конкретные, то для тех, кто не решился, но тема кажется интересной, вы можете мне лично написать, ну, я, соответственно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, может быть, какие-то сомнения, да, есть, вот, соответственно, я отправляю вам мой e-mail, вот, итак, мы с вами подошли к концу нашего сегодняшнего вебинара, буквально, да, я хочу всех поблагодарить за присутствие на этой встрече, вот, как бы вы ни, какое решение бы вы ни приняли, эта ниша будет развиваться, этим будут пользоваться все больше и больше людей, и, ну, когда ты сказал, там, Билл Гейтс, да, кто сегодня не в интернете, тут не в бизнесе, вот, ну, поскольку интернет сегодня, это уже часть образа жизни, половины планеты, на самом деле, еще половина нашей планеты не пользуется интернетом, тоже такие интересные цифры, и, но в то же время, сегодня эта фраза эволюционирует в следующее русло, что кто сегодня не осваивает те места, где люди, миллиард, больше миллиарда людей проводят в месяц, а это Facebook, 1,3 миллиарда людей пользуются в месяц, и эта цифра растет постоянно, кто сегодня не осваивает эти площадки, эти платформы, и не применяет это к своему повседневному бизнесу, то вы будете терять в продажах, в лидогенерации, в лояльности, во всем бизнесе, ваш бренд будет менее известный, если сегодня ваш бизнес или вас невозможно найти на Facebook, или нет вашей бизнес-странички отредактированной, которая выглядит красиво, то у вас нету бизнес-идентификации, это называется бизнес-айдентификация, то есть, когда у вас есть сайт, когда у вас есть Facebook page, когда у вас есть визитка живая, соответственно, вы должны представлять себя в том виде, в котором вы хотите себя представлять, в том числе и на Facebook. На сегодня это все, я со всеми прощаюсь, всем желаю хорошего вечера, прекрасного настроения, это был Валентин Савченко, вещал я сегодня вам из Сталина, из Эстонии, и где я живу, поэтому еще раз всем хорошего вечера, может быть, хорошего дня или утра, опять же, не знаю, может быть, кто-нибудь с Австралией присоединился, может, с Америки, а там еще день. Вот, я со всеми прощаюсь, счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,